Здравствуйте, друзья, подписчики моего канала! В сегодняшнем мастер-классе я познакомлю вас с одним из методов написания моря. На первом этапе рисунок моря прорисовывается на стене. Если в вашу роспись попадают радиаторы отопления, как, например, в моей работе, то их желательно тоже расписать. Их необходимо закрыть листом бумаги и нанести рисунок. На следующем этапе создается фактура морской пены из декоративной штукатурки. С помощью небольшой кельмы наносится материал методом на отлип. Затем мастихином создается еще больший объем по краю пены. Обратите внимание, что под фактуру пены и волн уже нанесен и просушен акриловый грунт на основе кварцевого песка для хорошей адгезии наносимых материалов. Далее приступаем к созданию фактуры волн по рисунку. С помощью мастихина наносим декоративную штукатурку методом на отлип. Затем слегка приглаживаем ее и оставляем просыхать не менее суток. На следующем этапе колеруем краску. В цветовую растяжку необходимо взять такие цвета, которые в отношениях друг к другу создавали бы ощущение гармонии. Для удобства использования их можно пронумеровать. Начинаем свою работу с увлажнения стены. Это в процессе даст цветам органично соединяться между собой. Перед нанесением краски по линии горизонта обязательно приклеиваем малярный скотч для точности линии и сохранения ранее написанных дальних планов. Сначала берем темные оттенки и начинаем писать широкой кистью от линии горизонта, постепенно продвигаясь к передним планам, высветляя тон. В конце наносим основной цвет береговой линии. Таким же способом расписываем нишу под радиатор отопления. Не забываем закрыть малярным скотчем крючки для крепления и трубы. На следующий день наносим те же цвета с помощью небольшого валика. Очень удобно на этом этапе использовать лазерный уровень, чтобы сделать четкую линию перехода темных оттенков краски в светлый. На переднем плане прокрашиваем фактуру волн и пены теми же цветами, что и в самом море. Затем начинаем проявлять эту фактуру небольшим валиком с мелким ворсом белой кроющей краской. Далее просушиваем этот слой не менее суток и наносим по линии горизонта лисирующую краску с небольшим содержанием белин, чтобы увести дальние планы в дымку, тем самым создать иллюзию пространства. Затем устанавливаем подготовленный радиатор отопления на свое место и начинаем прорисовывать море согласно ранее сделанному эскизу. Как подготовить алюминиевый радиатор отопления под роспись я уже рассказывала в своем предыдущем видео. Ссылку на этот сюжет вы видите у себя на экране. Далее пишется вода на переднем плане. При этом необходимо чередование теплых и холодных тонов. Художники это называют тепло-холодностью. Сочетание теплых и холодных тонов заставляет цвет звучать в полную силу и создает впечатление реальности написанного. Затем тонкой кистью пишутся полоски морской пены светлой краской по всему переднему плану. Это дополнительно создаст иллюзию прибоя. Еще раз снимаем радиатор отопления со своего места и прорисовываем всю фактуру за ним по видимым местам. Таким же способом была расписана другая ниша под радиатор попавшая в роспись. Теперь можно написать парусник на среднем плане. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. Желаю всем творческих успехов! Подписывайтесь на мой канал! Всего вам доброго! До новых встреч!